Всем здравствуйте, с вами снова интернет-магазин Antilife.ua И сегодня в моем обзоре модель под названием Ksaokai X9 Я уже записывал распаковку данной модели Можно будет посмотреть данный мини-обзорчик по вот этой ссылочке И когда она здесь появится А сейчас давайте детальнее ознакомиться с данной моделью Первое, что я делаю в каждом своем обзоре Это обращаю ваше внимание на технические характеристики того или иного аппарата Давайте смотреть через программу Antutu Модель имеет размер экрана 4-5 дюймов Рабочая площадь дисплея невелика Но вот довольно-таки большие рамки сверху-снизу В Antutu данная модель набирает 13291 балл Я считаю, что это довольно-таки слабенький результат Если учитывать то, что разрешение данного дисплея 540 на 960 точек Antutu нам пишет здесь процессор MTK6589T Но это неправда Здесь у нас обычный 4-ядерный MTK6589 с частотой 1,2 ГГц Оперативная память в данной модели гигабайт Встроенная память 4 Про память нюансы расскажу чуть-чуточку попозже Есть у данной модели задняя камера на 8 мегапикселей И передняя камера у нас 5-мегапиксельная Обязательно сделаю видеофото, выложу для вас Прошивка у нас 4.2 Android Далее переходим к нашему дисплею Сколько точек касания Antutu тестер показывает у нас 5 точек касания 6-я не нажимается И какие датчики присутствуют в нашей модели Мы сможем посмотреть через программку Z-Device Test Из датчиков и особенностей данной модели Мы можем сказать, что есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth Есть акселерометр Есть вспышка, датчики освещенности, датчики приближения И в принципе все Это все стандартно Особого внимания в данной модели заслуживает прошивка Здесь прошивка не стандартная Здесь, как пишет нам модель в информации о телефоне Здесь Kao OS The best OS in China То есть лучшая операционка в Китае Но это блеф абсолютно Потому что в прошивке много косяков Много лагов, глюков И не особо она доступна к работе Когда наш смартфон заблокирован Мы разблокируем его У нас доступна вот такая вот менюшка Здесь мы можем выйти в фото Точнее в камеру, смс, звонки и на рабочий стол На рабочем столе у нас вызывается вот такое вот меню Прошивка у нас вот такая С частичным русским языком То есть есть вот такие вот несколько англоязычных слов В принципе они тут все понятны То есть настройки, выставить обои и тому подобное Сама прошивка у нас немножко видоизменена То есть не так она выглядит, как стандартный Android Это довольно-таки интересно Хочу также заметить, что ни рабочие столы Нигде ничего особо не глючит и не лагает Довольно-таки маленькие вот эти все ярлычки Они такие индивидуальные, не такие, как на обычном Android Заходим в настройки В настройках у нас есть Wi-Fi, Bluetooth Профиль звука У нас есть различные режимы Если честно, до конца не разобрался Потому что вот, например, режим в данной модели Он активируется, но вот эти все кнопочки Они просто не включаются Также есть у нас настройки экрана, само собой Тут стандартно все, тут все на русском языке Все в порядке Есть режимы экономии батарейки То есть можно настраивать, по каким параметрам ограничивать смартфон Чтобы он там не сильно разгонялся с яркостью Или там выключал Wi-Fi, когда он не используется Или Bluetooth и тому подобное Так, что еще тут есть Есть вот такая вот Gesture Settings Если честно, тоже не разобрался Скорее всего, это какие-то, опять же, режимы экрана Чтобы он быстрее тушился Скорее всего, подсветка кнопок регулируется в данном меню Но, честно, особо с этим меню не разобрался Так как ни в интернете нигде информации об этом не нашел Прошивка у нас плохая тем, что работа с памятью здесь не настроена То есть здесь нужно брать телефон И своими ручками настраивать работу Записи информации на память телефона Либо на SD-карточку Несмотря на то, что здесь есть вариант Записи на SD-карту Что бы мы ни делали Ни тяжелые игры, тяжелые кэш Ни какие-то там документы Просто когда карточку вставляешь Она не преобразуется в систему Android Она висит просто как пустой накопитель Как флешка Просто То есть это однозначно минус данной модели Что мне понравилось в данной модели Вот этот верхний индикатор Который показывает скорость интернета Которая задействована сейчас То есть когда мы качаем какую-то игру тут мегабайты Когда там что-то еще делаем нули То есть это довольно-таки удобно Понимать, что в данный момент у тебя идет скачка информации из данного смартфона Также тут есть вот такое вот меню быстрого запуска Где можно любые функции быстро включить и отключить Можно сделать скриншот Можно заблокировать экран Можно перезагрузить Выключить Опять же включить режим энергосбережения Блок режим какой-то там Поэтому прошивка в принципе интересна, необычна И будет интересно ее поклацать Ознакомиться с данной моделью И с данной прошивкой Вот в меню никаких лагов, глюков Ничего я не замечаю Экран данной модели имеет размер 4,5 дюймов Разрешение 960 на 540 Обращаю ваше внимание, что никаких пиксельных точек Никакого дискомфорта в работе в данной модели Я лично не наблюдаю То есть все изображение очень хорошего уровня Точки у нас не видны Поэтому Можно с легкостью пользоваться таким дисплеем И абсолютно не переживать за то, что будут видны пиксели Идем дальше Запас яркости у данной модели Довольно-таки невысок То есть я вам сейчас это продемонстрирую Также я лично замечал Некоторые сбои по яркости С перехода Ну вот запас яркости вот такой вот На солнце данный экран будет блекнуть Я лично замечал, что вот если выставляешь на максимальную яркость И вот тут еще на рабочем столе есть такая кнопочка Регулятор яркости Вот я сейчас ее выставил на минимум Здесь я в настройках сейчас поставлю максимум Допустим Я выхожу в настройки И у меня яркость сама падает Я не знаю в чем фишка Может это действительно такая фича этой прошивки Но как только Если я только здесь поставлю максимальную яркость То тогда оно не будет перемыкать его И изменять его на яркость Может это баг Может это наоборот плюс То есть для кого как удобнее IPS матрица в данном экране То есть это действительно так и есть Можем посмотреть на различных картинках Сейчас я вам это продемонстрирую Экран довольно-таки сочный Яркий Цветопередача отличная То есть все как надо Все цвета насыщенные Все хорошо Углы обзора Сейчас по поводу углов обзора Я немножко чуть позже расскажу Ну видим что экранчик довольно-таки яркий Углы обзора Что заметил я Вот у меня есть вот такая вот картинка Когда смотришь на экран прямо То все без проблем естественно Когда смотришь на экран Вот под вот такими углами То тоже все отлично Все цвета распознаются Все оно отдельно Когда смотришь вот под таким углом Тоже все супер Но когда смотришь вот с вот этих углов То вот эти вот цвета Они скажем так Ну вот некоторые цвета Например Темно-фиолетовый Какой-то там бортовый Они можно сказать сливаются уже в один цвет То есть угол обзора вот отсюда Ну тут вот Ну тут вот Ну лично я вижу четко Что это бордовый Это темно-фиолетовый То углы обзора отсюда И отсюда лучше А вот с этих сторон Углы обзора хуже Идем дальше Что можно сказать О данной модели По производительности Производительность будет отличная Так как разрешение экрана У нас здесь 960 на 540 Ну а процессор у нас Четырехъядерный Стандартный С частотой 1.2 ГГц Модель отлично справляется С работой в Ютубе С работой в браузерах Я думаю это стандартные такие вещи Которые даже не нужно показывать Отдельно хочу Уделить внимание Аккумулятору То есть аккумулятор здесь На 1800 мАч Это реальная его емкость Это все подтверждает мои тесты Во-первых Я тестировал данную модель И в режиме Антуту тестера И в режиме Скажем так Максимальной нагрузки Что я получал Когда я тестил Когда я тестил его В режиме Антуту тестера С помощью этой программы Я получил 619 баллов Это отличный показатель Для такого процессора То есть аналоги Например такие как Леново А820 Показывает Или же такой же результат Или же меньше При том что Размер дисплей одинаковый А аккумулятор там На 200 мАч больше То есть это довольно таки Хороший показатель Также я заметил Точнее вот я провел тест При максимальной нагрузке Это Эпик Цитадель у меня играла Вот он продержался 321 Это тоже довольно таки Классный показатель Также я заметил Что если смартфон лежит У меня в режиме ожидания То у меня проходила Вот он ночь Пролежал у меня В режиме ожидания Я не помню Был включен Wi-Fi или нет Я не съел ни одного процента То есть это означает Что довольно таки Хороший аккумулятор Данной модели И это можно Однозначно Занести в плюсы Если говорить О GPS данной модели То в принципе Ничего особенного Тут нет GPS работает Ловит спутники Шустро Быстро Первый прием Правда я всегда делаю Скажем так На горячую С Wi-Fi С прогруженными EPO-картами То есть Буквально там Минуту Максимум 2 Он ловит эти все спутники И вообще все супер Ну вот для этого теста Чтобы вот столько Спутников он нашел Ну потребовалось чуть больше Но в любом случае GPS хороший GPS рабочий Если необходима модель Для GPS навигации То однозначно Эту модель Нужно рассматривать Из многочисленных аналогов Что же касается игр Я не смог вам запустить Самые там Популярные Самые последние игры С хорошей графикой Потому что я уже рассказывал Про память Тут не так все просто С памятью Тут нужно ручками брать И менять местами Карты В прошивке То есть Менять карту SD1 и SD0 Из игр Ну давайте посмотрим Вот Dead Trigger Игры в принципе Не тупят Все работает отлично По поводу звука Кстати поточно скажу В данной модели Звук не слишком громкий То есть Хотелось бы иногда Даже погромче Потому что вот Сейчас У меня звук На максимальной громкости А его еле-еле слышно Я бы так сказал Когда держишь в руках Модели от Lenovo Которые просто орут И при этом Качественный Громкий Насыщенный звук То конечно же Ну ощущается Это все Звук 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 Также следует сказать Что данная модель Довольно-таки странно Работает с видео То есть Видео формата 720p Данная модель С легкостью воспроизводит Все идет нормально И без проблем Но если же Видео формата Full HD То воспроизводится Оно Со звуком Но с темным экраном При этом Это печально В данной модели Как я уже говорил ранее Есть две камеры Камера задняя Имеет 8 мегапикселей Камера фронтальная Имеет 5 мегапикселей Вспышечка у нас Такая Довольно-таки Средненького уровня Вот я ей Прямо свечу В камеру А особо Никакого эффекта От этого нет То есть Вспышка Плохая Слабая По поводу камеры В принципе Тут Стандартные настройки Сейчас найду Эту камеру Потому что Вот она Рассмотрим Просто основные Настройки Этой камеры То есть Тут все стандартно 8 мегапикселей Здесь Видео у нас Снимает В формате HD Я обязательно Сниму Пример видео И выложу Чтобы вы могли Посмотреть Фронтальная камера В принципе Хорошего качества И Также Сделаю фотографии На Эту камеру Что ж Можно подводить итог Модель Довольно Таких Хорошего Качества Если учитывать То что Стоит она Совсем Чуть То есть Можно Рассматривать Аналогами Данной модели Такую модель Как Lenovo А820 У которой Нет фронтальной Камеры У которой Нет вспышки В то же время Такой же Экран Такой же Дисплей И Примерно Такие же Технические Характеристики И Экран у нас Довольно Такий Яркий Прошивка Работает Хорошо Быстро Есть конечно Нюансы С памятью В прошивке Но Умелые Руки Все Могут Сделать Это То есть Скажем так Это сомнительный Такой минус Но он Есть Именно В данном Экземпляре Есть Вот такой Вот Люфт У меня На крышке Я в распаковке Этот момент Показывал Мне Это Не нравится Я Считаю Что Даже За такие Деньги Уже Нужно Собирать Добротно То есть Вот он Люфтит Убираю Оно Убирается Есть В данной Модели Вот такая Кнопка Я совсем Забыл О ней Работает Она Просто Лично Я другого Применения Не нашел Когда ее Нажимаешь Долго Она Вызывает Стандартный Проигрыватель Этого Андроида Три Сенсорных Кнопки Хорошие Камеры В принципе Хороший Корпус Экран У нас Конечно Ж Очень Сильно Залапывается Очень Сильно Такие Жирные Отпечатки Остаются Ну в принципе Это во многих Моделях Ничего С этим Не поделать Если учитывать Цену Данной Модели То аппарат Стоящий Рассматривать Данный Вариант К покупке Обязательно Нужно В принципе Все Спасибо За внимание Если вам Понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь На наш канал И всего Доброго Вам Спасибо за субтитры